Дорогие друзья, мы сегодня поговорим об этом магическом слове «любовь». Столько слов, столько эмоций, столько чувств пробуждает это слово. Но что действительно оно означает? На том языке, где был сотворен весь мир, «агава» — любовь. И корень слова «агава» — это «агав». «Агав» означает «давать». «Давать, не ожидая ничего взамен». И я помню, когда я однажды встречался с парой пожилой. В чем ваш секрет вашей любви, вашего брака? Мы никогда не ожидали ничего, ни от кого взамен. Мы просто давали. А мы, когда рождаемся, с кулаками, ожидая «забрать», «взять». Но все умираем в конце с открытыми руками, не взяв ничего, но имея возможность давать. И кто, скажите, не любит больше кого? Родители своих детей или дети своих родителей? Ответ простой. Задайте по-другому этот вопрос. Кто дает больше, тот и любит больше. Обычно родители дают намного больше детям, вкладывают в них. Из-за этого и любят они намного больше. Из-за этого, если у вас есть человек в вашей жизни, который казалось вам, что вы его недостаточно любите, недостаточно о нем волнуетесь, недостаточно заботитесь, И с очень простой советом дает нам Тора. Давайте ему больше, не ожидая ничего взамен. Однажды мой коллега в Нью-Йорке, Равин, проходил около Буклинского моста и увидел, как человек прыгает с моста, стараясь закончить жизнь самоубийством. В этот момент он прыгает в реку, спасает ему жизнь. Того человека привезли в больницу. И наш Равин утром уже находился у его койки, слушал его историю. Кто-то ему рассказывал часами, как он попал сюда, что его привело, все его несчастья, трагедии. Но вдруг Равин себя поймал на мысли, а что вдруг я так забочусь, я так волнуюсь о совершенном для меня чужом человеке? Столько людей каждую ночь стараются закончить жизнь самоубийством, и я никогда ни об одном из них так не волновался, никого не навещал. Что вдруг? Но он понял. Чем больше ты даешь, чем больше ты любишь. И в тот момент, что он в него вложил, этот человек перестал ему быть безразличным. И когда однажды еврей приехал в Нью-Йорк, еврей, который потерял всю свою семью во время Холокоста, и он заходит на аудиенцию к любовческому Рэбе, и Рэбе ему говорит, ты должен завести опять семью, жениться. Говорит, Рэбе, я не могу. Мне слишком больно, мне слишком тяжело. Рэбе смотрит ему в глаза, и задает ему один вопрос. А у тебя что-то от них осталось? Говорит, нет, Рэбе, ничего. Они все были сожжены. И Рэбе смотрит ему в глаза опять, говорит, ты неправ. У тебя осталась их любовь, нескончаемое желание давать. И твоя миссия продолжить эту любовь, этот свет. Все дальше и дальше. Каждое твое деяние, каждая твоя митва – это продолжение этой любви. Мои дорогие, мы все продукт бесконечной любви наших родителей, наших бабушек и дедушек, поколение за поколениями. Наша миссия – продолжить. Это, казалось бы, уже забытое искусство. Любить, умение давать, не ожидая ничего взамен. Любите, несите свет, потому что для этого мы все тут. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok